Я заметила, очень часто хорошие люди ходят в наколках, а очень плохие люди ходят в церковь по выходным. И вообще я считаю, что лучше быть честным, порядочным человеком, ругающимся матом, чем воспитанной тварью. Но непонятно, от которой что можно ожидать. И непонятно, как она тебе в лицо плюнет или в спину, что еще хуже. Так-то она тебе в лицо улыбается, и матом она не ругается. Там хер знаешь, что от нее можно ожидать. Поэтому я больше доверяю людям, которые ругаются матом, но я знаю, что от них можно ожидать. Что люди вам не могут простить? Давайте для начала, о ком это идет речь? Что это за человек? Что это за люди, которые вам что-то там не могут простить? Так-то это, конечно, их проблемы, но все-таки посмотрим, да, для разнообразия контента. Что это за человек такой? Женщина вышла. Манипуляторша по своей сути. Хитрая. Хитрая. Как это называется? Жадная на деньги. Циничная, может быть, еще. Сейчас. Корыстная. Вот, корыстная. Она ради своей цели, она тебе залезет в жопу без мыла. Вот как раз вот это вот тот случай, что я говорила в начале видео. Она тебе может улыбаться в лицо. Она может быть тебе такая хорошая, что ну вообще, ну вот посмотришь, боже мой. Где ж ты была все это время? Да как мне повезло, что ты есть у меня в жизни. Но она тебе потом такой кинжал в спину воткнет. В жопу она тебе так без мыла залезет и выебит тебя, да, во всех позах. Что тебе мало не покажется. Ну в лицо тебе будет улыбаться. Ну а потом еще и тебя обвинит, что ты сама виновата. Что ты сама виновата. Ты сама вот как-то, ты меня заставила так себя вести. В любом случае ты будешь виновата. Манипуляторша тут еще та. Рептилия, тут дракон. Не дракон, а крокодил. Рептилия конкретная. 80-й уровень. Нарциска. Манипуляторша. Она прямо чувствует, на какие точки нужно надавить, на какие рычаги работать, да, с какими рычагами, на какую надавить, на какую точку, на какую кнопку. Какой тут гайтик, гайтик, винтик подкрутить, гайку. Знает, вот она как-то чувствует. Ну от рождения у нее это есть способность. Манипуляторша. Что еще про нее скажут. Вы сейчас не на расстоянии. Вы сейчас на расстоянии. Две карты. На расстоянии. Ну вот, как я сказала, не на расстоянии, да, вот оговорочка. Вот она хотела бы, чтобы вы были не на расстоянии, чтобы то ли помирились, или стали опять общаться, возобновить общение. Она сейчас думает тоже вот, на какую гайку подкрутить, какой мне инструмент использовать, вот что мне сделать, на какой рычаг надавить, чтобы вы опять стали общаться. Вы отвернулись от нее. Потому что что-то у вас там сильно жизнь, сильно хорошо живете. Чтобы жизнь малиной не казалась, что-то она там хорошо сильно живет, надо вот как-то вернуть ее назад. Я тоже так хочу, да. Так, тут что это показывает? Также эта женщина может быть, знаете, еще кто? Это может быть женщина вашего бывшего. Второй вариант, это женщина вашего бывшего показывает, что вот она как восхищается, восхищается тем, что вот как вы его вот так вот отшили его, отшили. И тем самым вы заставили думать о вас еще больше. Он теперь еще больше о вас думает. Вот это она не может вам простить. Если второй вариант для вас проигрывается, вы его отшили, она не может вам, вот этого не может простить, потому что она видит, что он еще больше о вас стал думать, как бы еще больше вот подсел на вас мыслями. Что ты еще не можешь простить, что якобы вот из-за вас, из-за вас у них проблемы там стали, потому что он вот о прошлом вспоминает, на нее отыгрывается злиться. Тут как ни крути, она вот почему-то думает, что вот из-за того, что вы его отшили, как-то вы с ним вот так вот поиграли, вокруг носа его обвели, поиграли, поиграли и бросили. И что он еще больше на вас зациклился, и теперь у них там идут скандалы. Ну это что-то ни при чем. При чем здесь это, да? При чем здесь это? Если он сам по себе такой. Ты же знала, с кем ты связываешься, да? Если, допустим, ты разбила эти отношения, ну явно влезла в эти отношения, да? Ну она что думала? Она, видимо, была уверена в искренности, намеренности его, да? Если ей вот так легко удалось его увести, она, наверное, рассчитывала на его искренность и серьезность намерения, да? Ну это же было, это же опрометчиво и глупо так думать. Рассчитывать на какую-то серьезность отношений. Ты же должна понимать, дорогая, да? Как он когда-то поступил с одной женщиной, так он и поступит и с тобой. Потому что женщина меняется, женщины меняются. Меняется дом, семья меняется. Но ты же остаешься такой же, как и раньше. Ты же себя не меняешь. Меняются декорации, обстановка, да? Женщины меняются. А ты же остаешься таким же, как и был. И остаются твои привычки поведения. Прежние, старые. Вот я же говорю, тоже какая-то, я не знаю, недалекая, может быть. Она почему-то вот обвиняет вас. Как вы с ним вот так вот поступили? Что ж вы ему такое сказали, что он теперь не может о вас забыть? Причем тут это? Если это мужчина такой, любитель собачьих свадеб. У него на роду написано, да? Слабенький напередок это называется. Причем тут вы и что вы ему там сказали или сделали. Также тут карта дьявол думает, что может быть вы какую-то магию на него использовали, да? Приворожили. Ой ты, Господи, Боже мой. Зачем вот из-за такого дурака на свою душу грех брать? Магию еще впутываться в магию из-за этого дебилоида. Из-за этого олигофрена. Карму себе портить, да? Как будто вы там какой-то арабский шейх. Брать на себя такую ответственность, портить свою жизнь. Ради чего? Ради чего? Ну если бы это еще был арабский шейх, еще можно подумать, да? Идти на такие риски. А если это какой-то вот Васек, у которого не все вальты в колоде, да? Вавка в голове. Так, давайте дальше. Кто еще вам не может что-то простить? Я сегодня прям в ударе. Ну правильно, своих демонов нужно выгуливать периодически. Я своих демонов периодически выгуливаю. Кто еще вам что-то вам не может простить? Кто это? Что это за человек? Как будто бы вы на него не обращаете внимания, зациклились на себе, на своей жизни. Зациклились на своем успехе. Как будто бы мало вы уделяете внимания, денег мало уделяете. Тут почему-то деньги еще. Как будто бы вот ребенок на вас обижается, не может вам простить, что... Или внимания вы мало выделяете. Помощи мало, мало этот ребенок от вас видит. И денег мало от вас видит. Хотелось бы больше как-то. Что вот обижается, да, что вы заняты своей жизнью, отвернулись. Только о себе думать, о своих интересах. Вот так вот, да, вы тут о своих интересах думаете. Как денежки собрать, накопить, заработать. Вот в конверте, кстати, получаете деньги. Деньги, очень хорошие деньги у вас будут на пороге. Или у вас это вот 2-3 дня назад это уже было, ну максимум неделю, до 8 дней. Или это уже произошло до 8 дней назад, деньги, хорошую сумму получили. Или это вот до 8 дней будет, произойдет это. Да, вот какой-то тут успех получите. Ну тут именно прям деньги, я вижу, получаете. Ребенок на вас злится, что не обращаете внимания, да. Как привык, что вы постоянно решаете какие-то проблемы. На себе тянете, берете на себя ответственность. Проблемы решаете, да, я это сказала. Как впрягиваетесь, привык этот ребенок. А вы сейчас что? А вы сейчас решили от этого уйти, что нет. Нет, дорогая или дорогой. Я тебя, конечно, люблю, ты мой сын или дочь. Может быть, это о внуке идет речь. Но у меня своя жизнь тоже есть, свои интересы. Вот так. А тебе пора, тут идет посвящение, посвящение. Тебе пора взрослеть уже, взрослеть пора. Вот поэтому этот ребенок на вас и обижается, что якобы вы его бросили, не уделяете внимания, не решаете его проблемы. Так, почему еще, что еще не может простить вам этот ребенок? Что еще не может простить? Как якобы любви не хватает. Какой-то взаимопомощи, взаимовыручки. Тут какая-то у него проблема, у вашего ребенка или внука. И он нуждается в помощи. Опять же, обижается, что вы не вникаете в его проблемы, а сказали, возможно, решай сам, сам решай. Это тебе надо, а не мне. Вот так вот. Давайте еще кто вам что не может простить? Что это за человек? Да, не может простить то, что вы стали такая, как закрытая. Не распространяетесь, о себе ничего не рассказываете. Как у вас появилось то ли чувство собственного достоинства, то ли как себе на уме стало. Вот так вот. Что, мол, вот раньше вот такая ты прям, тип, мол, за мужиком этим бегала, сейчас прям такая ты цаца, фифа стала. Такая прям вся неприступная, вся из себя. Мол, забыла, как ты за ним бегала. А кто это? Кто это такое про вас говорит? Кто это про вас такое говорит? Ну, опять мужчина, мужчина не может успокоиться. Не может вот это забыть, что вы его, бывший какой-то, бывший. Не может забыть, что вы его, послали его, да, послали. Что, мол, забыла, как ты тут за мной бегала, то унижалась, то плакала, то умоляла, то давай поговорим, то давай начнем все сначала, то давай еще попробуем, да. Ну, да, было, было, ну, вот вспоминай теперь, да, вспоминай, когда было у тебя это счастье. Теперь тебе остается только об этом вспоминать. Он этого теперь не может вам простить, что как так? Что ж поменялось с тобой вдруг, что ты вот такая прям неприступная каменная леди. На этом я заканчиваю. До новых встреч на новых раскладах. Редактор субтитров А.Семкин